Трагедия в Сурмовском районе. Там при загадочных обстоятельствах погиб ребенок. Тело 13-летнего Дениса случайный прохожий нашел на пустыре неподалеку от дома. Мальчик пролежал на морозе почти сутки, прежде чем его обнаружили. На место тут же вызвали следственную группу. Людям впечатлительным следующие кадры лучше не смотреть. Догулял тут, наверное, с пацанами. Накуривали его травой. Вот, наверное, передоз поймал. Как не пришел, может, что плохо было, чтобы не хотел, наверное, то, чтобы никто не видел, что им плохо. Я думал, отойдет сейчас. Однако родные и близкие в эту версию не верят. Они уверены, что Дениса убили. Но много ножевых ранений, очень много ножевых ранений, вот он от них и умер. В общем, он общался с ребятами, с таким же беспризорным, который тут-тут. В школу не ходят и вот такие вот ребятишки. И они убили, боже, некому. Боже, он никому не нужен. Вот они так и веселились над ним. А причину нашли. А мне и сон снится. Баба, баба, мне вот так тыкали, тыкали, а я не боялся. Ой, я просто в уши сама по дугу. И нам теперь не боялся. Такая семья. При живых родителях ребенок был сиротой. Вот он жил со старой бабушкой. Родители не слишком путные, так скажем. Мать его отдала, чтобы ей было полегче. Вот в 71-й школу. Но как бы быстренько ему пришили, что он умственно отстал и так далее. А матери было так удобно. То есть здесь интернат. Здесь не надо помогать ребенку учить. В общем, она от своих проблем ужас. Вопиющий все это. Ну как мать к нему относилась? Ругала его, не кормила. Отбирала бабушкину пенсию. И пропивали с мужем. То есть когда она придет, у бабушки пенсию заберет. И они сидят, голодают. То есть как такого материнского отношения не было к ребенку совсем. Я не могу. Он мой любимый. Последний. Все надежно его. Он такой добрый. Знаешь, что купил ему чего-то. Компьютер вроде. Я на компьютер про деньчика. Куплю я тебе компьютер. В школе, где учился Денис, предполагают, что причину нужно искать в неблагополучной семье ребенка. Мальчик часто был предоставлен сам себе. Ребенок был не совсем здоров. Он состоял на учете. Семья не совсем благополучная. Она состояла у нас на учете на внутришкольном. Потому что там были проблемы семейные. Ну, наверное, закономерно. Между тем, следственные органы пока истинную причину гибели мальчика назвать не могут. Однако заявляют, что следов насилия нет. В ходе осмотра с участием судебно-медицинского эксперта на месте происшествия каких-либо признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точки над «и» скоро расставят судебно-медицинская экспертиза, в результате которой будет известная истинная гибель подростка. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжение следует...